Коллеги, всем добрый день! На связи Александр Родионов, компания Grand Capital. И я приглашаю всех вас на завтрашний бесплатный обучающий вебинар на тему «Маржинальные зоны, плюсы и минусы стратегий». Этот вебинар проводится в комплексе обучающих мероприятий по методике торговли на рынке Форекс «Маржинальные зоны». Начало вебинара. В 18.00.24 марта записаться на данное мероприятие вы можете, перейдя по ссылке в первом закрепленном комментарии. Ну а теперь давайте к обзору. Итак, евро-доллар. Наблюдаем сохранение краткосрочной восходящей тенденции. Вчера нам был дан паттерн на покупку «Двойное дно». Цена пробила уровень сопротивления 1.19.08 и остановилась в области сопротивления 1.19.40. На сегодня мы наблюдаем коррекцию, но это всего лишь коррекция в рамках ранее появленного паттерна. Я рекомендую рассматривать покупки или уже быть в покупках евро-доллар с целью 1.19.85 и со стоп-лоссом за минимумы 19 и 22 марта. Для продаж евро требуется выполнение всего лишь одного условия. Это пробитие уровня поддержки 1.18.80 и закрепление ниже. При таком раскладе нужно будет открывать короткую позицию и отрабатывать стоп-лосс. Целью по этим продажам выступит нижняя целевая зона 1.18.29 и 1.18.13. Британский фунт. Британец реализовал приоритетную нисходящую модель в рамках краткосрочного нисходящего тренда и достиг нижней целевой зоны 1.3808-1.37.89. Сейчас игроки пытаются пробить эту зону и закрепиться ниже. Если Америка закрывается ниже уровня 1.37.89 сегодня, то с завтрашнего дня мы будем искать новые продажи на коррекции с целью в области золотой зоны 1.37.12-1.37.02. Покупки по фунту рассматривать пока нельзя. Доллар иена. Доллар иена выходит из локального флета 1.18.81-1.18.63, пробивая промежуточную зону 1.18.75-1.18.69. И мы видим, что область следующих поддержек 1.18.43-1.18.35 была только что достигнута. Тем не менее, если удастся закрепиться ниже 1.18.63, а все к этому идет, мы будем рассматривать продажу на ретесте с целью обновить локальный минимум, протестировать уровень 1.18.32. И достичь нижнюю целевую зону 1.18.16-1.18.05. Доллар канадец. В этом инструменте. Вчера была удержана область поддержки 1.24.81-1.24.67. Это чуть ниже дополнительные зоны, но не доходя до границы краткосрочного восходящего тренда. Граница техническая располагалась по уровню 1.24.67. Минимум был удержан, ни о каком обновлении лоу речи не шло. И мы наблюдаем последовательное повышение максимумов и минимумов. Сегодня был обновлен локальный максимум 19 марта. Сейчас цена пытается закрепиться выше целевой зоны 1.25.52. В случае успешного закрепления завтрашнего дня будем искать новые покупки с целью на золотой зоне 1.26.29-1.26.21. Что касается сделок на сегодня, то можно присмотреться к покупкам из области 1.25.42-1.25.37. Здесь же у нас зеркальный уровень 1.25.28. И к покупкам от границы тренда 1.25. Ровно 1.24.91. Для открытия позиций нужен обязательно паттерн. Австралиец. По Австралу краткосрочный тренд сменился на нисходящий 19 марта. Америка закрылась ниже промежуточной зоны. И сегодня мы наблюдаем достижение целевой зоны 0.76.68-0.76.6.50. Реакция идет на дополнительную зону плюс уровень сопротивления 0.77.53. Моделька отработана. И по сути мы должны с вами уже построить новые уровни сопротивлений. Давайте вместе это сделаем. Обозначим дополнительную зону и границу тренда. Ближайшее сопротивление на сегодня уровни 0.77.14-0.77.09. Кстати, в этой области у нас располагается еще и зеркальный уровень. Обозначим его другим цветом, чтобы он выделялся. 0.77.16. Если будет достигнута эта ценовая область, будем искать новые продажи по паттерну с целью обновить локальный минимум дня. Точно так же будем работать и с этим диапазоном 0.77.68-0.77.53. Золото завершает наш обзор. По золоту видим образование локального флета между отметками 17.44 и 17.29. Для торговли в ту или иную сторону нам требуется выход из диапазона либо вверх, либо вниз. До этого момента сделки открывать не следует. Если цена сегодня идет в рамках краткосрочного восходящего тренда и пробивает уровень 17.44, то возможно открытие покупок по рынку с целью достигнуть верхнюю целевую зону 17.86-17.76. Если уровень 17.45 будет удержан и мы увидим последующее снижение вместе с пробитием отметки 17.28, то это будет сигнал на продажу с целью 1700 ровно. В области уровня 1700 ровно располагается граница краткосрочного восходящего тренда по золоту. Спасибо всем большое за внимание. Всем удачных торгов на этой неделе. Регистрируйтесь на вебинар и приходите завтра в 18.00 по Москве. Всем пока.